Меня попросили поговорить о том, после того, как вы провели ваше исследование, собственно, что делать, как описать его правильно, затем как подать его на публикацию, как опубликоваться. И я расскажу об этом в ближайшие 20 минут. Может быть, еще захвачу несколько минут, потому что до того, как я это сделаю, я хочу показать вам несколько интересных слайдов. Я думаю, что отвечает наша аудитория улыбками. Я думаю, что вы правы, и большинство узнали этот фильм, хорошо известный советский фильм. Но, собственно, вот таким образом мы знаем о Бразилии. Это ваше знание, я думаю, да? Нет, Гульберто, вы должны сказать, что вы из Бразилии, правильно? Да, да, потому что аудитория, может быть, не понимает шутки. Шутка в том, что он из Бразилии, а это единственное, что русские знают о Бразилии, да. То есть, конечно же, герой на самом деле предполагается, что должна была бы выйти из Бразилии. И все это, конечно же, основано на британской пьесе, которая называется «Как важно быть серьезным». А в российском кинопрокате это прошло под названием фильма «Зрасте, я ваша тетя». То есть, это тот вот парень, который переоделся в женщину и представился женщиной, которая приехала из Бразилии, которая была миллионершей. Ну и, конечно же, там было очень много интересных смешных моментов и так далее, было разных интересных поворотов сюжета и так далее. То есть, возможно, из вас кто-то знает о Бразилии вот из этих книг. Я думаю, что ваше поколение, скорее всего, читало эти книги, замечательную Жоржа Амаду, но более молодые, возможно, нет. Ну, затем эти фильмы были положены, книги, простите, переложены в фильмы, и в 70-е годы это стало одним из наиболее популярных фильмов в России. Представляете, 40 миллионов человек посмотрели его в СССР. Кто-нибудь видел этот фильм «Генералы песчаных карьеров»? Никто, боже мой, боже мой, я понимаю, что те, которые, так сказать, более седые, более лысые, жирные, толстые толстопопы, смотрели этот фильм в Советском Союзе. Да, вы, нет, вам повезло. Ну, думаю, что многие знают Бразилию. И вот поэтому кто-нибудь знает, кто забил гол на этой картинке, на этой фотографии? Пеле, Пеле, все знают Пеле. Конечно же, это был тот парень, конечно же, подпрыгнул выше, чем мяч и забил гол. Но никто не знает, что это игра СССР против Бразилии в 58-м году. И многие критики футбола говорят, что именно одна из самых прекрасных игр, где бразильский стиль игры в футбол, собственно, родился. И это была игра с Советским Союзом, потому что впервые они играли с Советским Союзом бразильцы, потому что это был первый мяч. И Пеле, и Ринча, они, собственно, играли за Бразилию, и мы выиграли, и это принесло нам Кубок чемпионов мира. Итак, вы видите, это гол, который называется Эви Яши. Это, наверное, один из лучших голов в истории футбола. Это был единственный гол. И вы видите здесь Пеле и Яшин, и, собственно, очень редкая ситуация, когда затем получается такая прекрасная победа. Итак, Пеле попрощался, и, собственно, мы видим, это его последняя игра. Ну что ж, конечно же, Бразилия известна и другим. Конечно, Пеле для нас это король. Да, это без сомнения. Но на самом деле у нас и был король, натуральный король, потому что, как одна из многих латиноамериканских стран, мы были страной, которая была колонизирована европейцами. Это были португальцы в нашем случае. Что отличает нас в бразильской истории, что привело к независимости и к наполеонским компаниям, которые в конечном итоге пришли в Россию и Наполеона тут разбили. Но на самом деле они привели весь португальский королевский двор. Все приехали в Рио-де-Жанейро с кучей денег. Поэтому был единственный момент в истории, да, когда колония стала зародышем метрополии. И это произошло в 1808 году. И именно из-за этого все закончилось тем, что мы пошли совершенно другим путем в Бразилии. Вот перед вами наши красавцы. И поэтому вы видите совершенно другой путь к независимости, чем у других латиноамериканских стран. Потому что большинство из них стали республиками, а мы стали монархией. Потому что король сбежал из Португалии от Наполеона и переехал к нам. И вы видите Петра II и Петра I. Это первоначальные имена наших императоров. Их было всего два. Их всего было два, поэтому их, так сказать, легко назвать и легко запомнить нумерацию. Но если вы посмотрите, он выглядит как австрийский император. Фактически он был внуком великого императора. Его дочь вышла замуж за человека, которого вы видите слева. И это показывает нам, что самое основное, что у нас есть, и о чем мы должны задумываться и помнить их об этом, это то, что это были те люди, которые удержали Бразилию как целостную страну. Если вы посмотрите на другие испаноговорящие, американоговорящие колонии, то вы видите, они были фрагментированы, разбиты и, собственно, не смогли удержаться, как испанские домены. И вот, пожалуй, мы, как Бразилия, единственная сторона, смогли это сделать благодаря тому единству, которое принесли наши императоры. Но это, конечно, не Санкт-Петербург, совсем нет. Это Рио-де-Жанейро. Это наш королевский дворец, который у нас есть. Он, кажется, гораздо меньше, чем мы видим то, что у вас в Санкт-Петербурге. Но сверху это летний дворец, это примерно 1000-метровый, простите, выходится на 1000-метровой высоте, и там прекрасные сады, которые, в общем-то, не используются из-за погоды. Поэтому император сбегал вверх в горы летом, когда была ужасная жара, и поэтому построил дворец на высоте 1000 метров. И внизу, здесь, справа, в частности, вы видите двор, где встречали людей, где встречались, обсуждались по необходимости. И слева вы видите королевский дом, дворец. Фактически сейчас это национальный музей, который вы можете приехать в Бразилию и посетить. Многие люди не ходят туда. В основном они ходят, так сказать, либо на пляже, либо посмотреть на футбольный стадион. И я думаю, что, возможно, это имеет больше смысла. Но я думаю, что чего вы не знаете, это то, что российская литература, в данном случае мы говорим о серьезной литературе. Давайте 30 секунд поговорим о ней. Российская литература, русская литература была очень важной для Бразилии в конце 19 века и повлияла очень серьезно на целое поколение наших писателей 20 века. И вы видите, что перед вами португальский язык, но вы узнаете авторов Толстой и Достоевский. Сейчас я очень часто использую смерть Ивана Ильича в качестве одного из примеров обучения моих студентов, моих интернов, говоря о процессе смерти и умирания смерти Ивана Ильича. Я считаю, что мои студенты должны знать это наизусть. Дальше, о чем мы говорим, это написание медицинских работ. Если вы пишете, как Толстой или Достоевский, забудьте о всей этой ерунде. Это совершенно другой стиль абсолютно. И мы, собственно, с вами обсудим, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить и повысить наши шансы шансы опубликоваться в хорошем журнале с высоким по факторам, который цитируется соответствующим образом. Потратим наши минуты. Итак, три журнала АСКО. И я являюсь главным директором JGO, последнего, находящегося справа. Там опубликуются данные по клинической информатике JCO, Precision Oncology. Не будем углубляться в детали. Сейчас хочу упомянуть главное, что JGO существует уже примерно два года. Это журнал «Глобальная онкология». У него примерно 600 цифр подписки. И это хорошо для молодого журнала. И мы опубликовали примерно 30% статей, которые уже были где-то отвергнуты. Но, тем не менее, это лучше, чем JCO, потому что там 90% отказов в публикациях. У нас 70% отказов в публикациях. Итак, давайте посмотрим процесс оценки коллегами. Как это работает? Peer review. Что такое peer review? Это оценка коллегами того же уровня, то есть рецензирование. То есть я думаю, что повторение – это, наверное, самый важный момент и самый важный элемент в науке. И, наконец, рецензирование. Рецензирование. Конечно же, критикую сейчас современное рецензирование. И мы понимаем, что да, критика, возможно, разумна. Мы тоже критикуем. Но, тем не менее, это все равно один из лучших методов. И поэтому в своей лекции я немножко коснусь вопросов демократии. Демократия – это, наверное, худший тип системы. Ну, так сказать, по крайней мере, по сравнению с тем, что мы пробовали до этого. Да, рецензирование не идеально. Там есть много вопросов. Мы видим ряд статей, которые появились за последние несколько лет. И, так сказать, были поддельные рецензирования. Ну, и некоторые вообще были, так сказать, полные ерунды. Они были приняты журналами с достаточно хорошим качеством и хорошей репутацией, хорошим импофактором. Но рецензирование до сих пор остается одним из лучших механизмов для того, чтобы оценить нашу работу. Что работа имеет смысл или не имеет смысла. Следует ее публиковать или нет. И, кроме того, это помогает авторам улучшить свою работу. Потому что, фактически, это дает обратную связь. Некую обратную связь, используя которую вы можете улучшить вашу работу, представление, результаты. И получить лучшие шансы для публикации. И, собственно, таким образом. И сама статья улучшается. И поэтому, усиливая первоначальные научные исследования, это добавляет большой вклад, ценность в литературное изложение этих результатов. То есть, есть определенная селекция, и все идет в одном и том же направлении, весь процесс. Но есть моменты, есть моменты, вопросы остаются. Итак, рецензирование. Это независимое ревью. То есть, это эксперты, которые являются членами редакционных коллеги, или внешние эксперты. Как правило, они читают статью, они оценивают и понимают, имеет ли смысл ее оценивать или нет. А затем уже выбирают тех экспертов, которые находятся в списке журнала. Ну, как минимум тех, кому мы знаем, кому мы доверяем. Потому что, как только мы начинаем публиковать что-то, мы тоже становимся рецензентами. Потому что это достаточно известный источник. И тот, кто публикуется в дальнейших выпусках журнала, может вполне быть приглашен в качестве рецензента для оценки других работ. И большинство журналов имеют совершенно неизвестных рецензентов. То есть, это так называемое рецензирование вслепую. То есть, на самом деле, и авторы, и даже рецензенты ослеплены. Они не знают, чья это статья, а авторы не знают, к какому рецензенту статья была послана. И мы, конечно же, предпочитаем ослепленный процесс. Потому что, наверное, это наиболее правильный и наиболее достоверный способ оценки. Конечно же, когда мы должны что-то опубликовать, мы должны выбрать журнал. Какой журнал наилучшим образом подходит для нашей работы. Для той научной работы, которую вы только что завершили. И у нас есть большой набор опций. Помимо журналов от Эдегиды и АСКО, мы видим очень много ссылок на другие. В частности, Lancet Oncology, прекрасный журнал Lancet Oncology, Cancer Journal. Ну и ведущие статьиные лучшие исследования. Ну, может быть, иногда и не такие великие исследования. Но те у нее не публикуются в журналах, как, например, Lancet или New England Journal of Medicine. Которые не являются специфически онкологическими. Поэтому, когда вы выбираете журнал, то нужно ответить на многие вопросы. И, пожалуйста, не беспокойтесь о том, что вы скопируете. Это, в общем-то, короткая версия презентации из 200 слайдов, которая у нас есть относительно того, каким образом критиковать и каким образом опубликовать работу. Я оставлю все это Илье. Поэтому, если кто-то хочет насладиться еще раз полным набором из 200 слайдов, вы можете детально скопировать, изучить. И особенно, если вы будете использовать этот набор слайдов при подготовке публикации, мы обычно помогаем с этим. И действительно, вы получите определенные подсказки, чтобы улучшить вашу работу. Итак, журнал, который вы выбираете, он общий, имеет какую-то субсисциализацию. Что там публикуется? Фундаментальные или клинические исследования? Что он публикует? Обзоры, клинические случаи, если фазы один исследования. Может быть, это специфический журнал для рака легких, GI, ЖКТ и так далее. И вот все это нужно оценить. И, конечно же, вопрос, который мы всегда получаем, это какой же импакт-фактор? Кто-нибудь знает такое волшебное слово? Импакт-фактор. А, отлично. Это очень важный фактор оценки во многих странах. То есть, если вы исследователь или если вы профессор университета, то один из элементов, который требует от вас руководство университета, это публиковаться в определенном журнале с импакт-фактором, иметь импакт-фактор своих статей. И, соответственно, все это дает оценку вас как исследователя. Этот фактор можно вычислять. На этом слайде представлена формула вычисления этого импакт-фактора. Мы видим, что в 2012-2013 году какой-то журнал имел, например, данное количество, цитат, 10 тысяч, 11 тысяч, цитат, общая сумма 22 тысячи. Мы 22 тысячи делим на количество, общее количество статей, 1200. И импакт-фактор – это 18,4. Это означает, что если какая-либо статья, опубликованная в журнале, цитируется больше, чем другая, и материалы этой статьи используются больше, например, Американское онкологическое общество часто ссылается на эту статью, и это приводит к огромному количеству цитирований, буквально тысяче цитирований, и импакт-фактор этого журнала увеличивается до 30 или даже 40. И это, с другой стороны, оказывает на количество публикаций в этом журнале. Это взаимосвязанные тенденции. На этом слайде представлен перечень импакт-факторов различных журналов, которые мы получили в 2014 году. В 2016 году недавно была опубликована перечень импакт-факторов разных журналов, и обычно те статьи, которые опубликованы именно в этих журналах, обладают наибольшей влиятельностью или наибольшим значением импакт-фактора. Различные писатели, Достой Толстоевский и другие, имеют каждый свой стиль написания, и в английском языке используется термин «эффективное писательство». Это предполагает такой стиль написания, который облегчает понимание и оценку вашей статьи, в том числе коллегами, которые будут давать отзыв или рецензию. И сейчас я хочу представить вам данный стиль в упрощенном виде. Мы можем использовать этот подход во время подготовки статьи к публикации. И теперь я расскажу вам, что это значит. Самый простой — это принцип ABC, который представляет собой аббревиатуру. Точность, краткость и четкость или ясность. То есть нужно писать, представляя точные данные, кратко и очень понятно. Русский язык больше похож на португальский. В русском языке я знаю, что вот часто мы повторяем одно и то же несколько раз, углубляясь в детали. И в этом смысле очень сложно. Мне было, в частности, переключаться с португальского языка на английский, когда я стал публиковаться на английском языке. И я, насколько знаю, русскоговорящим авторам это тоже может быть сложнее, потому что на русском языке и в португальском языке мы эти языки более описательны. То есть мы более используем различных описательных формулировок. Говоря о следующих методах оценки, редакторы должны ответить на следующий вопрос. Является ли данная статья, имеет ли она новизну? Правдива ли она? Истинны ли эти данные? И, например, в некоторых институтах мы видим, что, когда результаты исследований подтверждаются, то есть они действительно были проведены в этом учреждении, но это может быть не всегда так, и об этом мы должны помнить. Это может относиться к различным исследованиям, и часто в настоящее время используется специальное программное обеспечение, которое позволяет получить процент слов, которые используются в других статьях, то есть были заимствованы. И таким образом, вот в частности, АСКО использует данный метод анализа, и каждая статья получает вот этот процент использования чужих слов. И наша цель является это ясность и простота. Иногда, когда мы делаем перевод статьи с португальского, например, на английский, не всегда мы можем положительно ответить на вопрос по четкости и простоте. И в португальском языке, в отличие от английского языка, который предполагает эффективное написание, обычно мы получаем определенные рекомендации по улучшению стиля статьи. Необходимо использовать написание от первого лица активный залог и прошедшее время по возможности. Поэтому прошедшее время, необходимо использовать написание статьи именно прошедшее время. Если, например, мы зарегистрировали изменения ТП-53 у 30 пациентов, и неправильно было написать, что альтерации ТП-53 были проанализированы и найдены у пациента, то есть пассивный залог. Это неправильно. Таким образом, дальше, дальнейшие принципы предполагают использование позитивных и утвердительных утверждений. И необходимо быть как Иван Грозный, стиль Ивана Грозного. Если вы решаете что-то делать, то те слова, которые не нужны, их нужно беспощадно удалять. И следующий подход предполагает упрощение стиля, что предложения должны быть простыми и понятными. И если, например, вы будете расползаться в словах, то это будет гораздо хуже. И если, например, мы готовим к публикации монографию, несмотря на ее большой объем, также ее необходимо структурировать и представлять очень простыми словами. Если вы используете аббревиатуры в своей статье, а их нужно либо объяснять, расшифровывать, либо это аббревиатуры, которые являются абсолютно общепринятыми. Необходимо в статьях представлять описание дизайна исследований. Конечно, нужно иметь очень хорошее отношение со статистиками, которые как раз и определяют часто дизайн, могут участвовать в определении дизайна исследований. Необходимо определить внимание следующие элементы. При проведении исследования необходимо сформулировать цель и задачи исследования, представить доказательства, представить значимость исследования и обосновать то, что если кто-либо захочет повторить это исследование, они смогут воспроизвести ваши результаты и подтвердить такие же действительно валидные результаты. Также необходимо представить выводы клинической, практическую значимость этих результатов, что дает ваше исследование, какой вклад вы вносите в науку. И также необходимо, например, для исследования второй фазы или третьей фазы указать, планируется ли, если проводить исследование второй фазы, планируется проведение исследований третьей фазы. При большом анализе крупных баз данных вот был предложен такой термин «наука салями», который связан с тем, что не следует писать большое количество статей на одну и ту же тему с использованием тех же данных. Вот база данных PubMed уже существует на протяжении многих десятков лет, и кроме того сейчас такие поисковки, как Google, представляют даже и лучшие результаты поиска, чем PubMed. Если мы введем поиск в Google, то мы увидим, например, несколько очень интересных статей, которые, например, и в PubMed даже и не показаны, могут быть не показаны. И, кроме того, при подготовке оригинальных статей необходимо подготовить общие резюме, введение, вступление, описать материалы, методы, результаты и обсуждение результатов. Обычно, когда я следую вот этой последовательности написания, сначала резюме и так далее, это обычно лучше всего. Но часто мы видим, что статьи начинают писаться с результатов материалов, методов и описания протоколу. И фактически вы, когда пишете протокол, это и будет вступление. Дальше вы описываете материалы, методы, результаты исследования, и в конце только вы пишете краткое содержание. Но почему я так говорю? Что если вы сначала напишете резюме, то иногда результаты не будут соответствовать тому, что вы ожидали получить, и что было описано в резюме, или в аннотации статьи. Заглавие статьи, название статьи – это очень важный этап, которому необходимо уделять наибольшее внимание. В 99% случаев читатель прочитает только заглавие вашей статьи. Если оно заинтересует, он будет тратить время на прочтение всей статьи. И вот здесь показаны примеры плохих названий статей. Следует избегать, например, такого названия. Проспективные исследования от 64 пациента в возрасте от 8 месяцев до 3 лет. Ну и так далее. Это ужасно, поэтому невозможно и никогда не стоит использовать название, которое состоит из 10 строк. Лучше всего назвать, например, индукционной химиотерапией, при конформе радиации и так далее у детей. Очень кратко все понятно, чтобы читатель, прочитав только название статьи, сразу понял, о чем у нее идет речь. Следующая аннотация статьи также является очень важным разделом, который должен представить цель, задачи исследования, описать материалы, методы, результаты и выводы. В аннотации необходимо сформулировать цель и задачи исследования, использование методы, выводы. Но не следует, например, углубляться в детали, например, токсичные реакции. И не следует писать, что, например, с токсичностью проблем не было. То есть это субъективная оценка. Необходимо давать только объективные результаты. И не следует переоценивать полученные результаты. Не следует говорить, что вот это лучшее лекарство, которое можно использовать в лечении от заболевания. Но лучше только представлять объективные данные. На этом слайде представлены пример формулировки аннотации. В 10% случаев существует противоречие между представленной аннотацией статьи и, собственно, полученными данной статьей результатами. Поэтому необходимо очень тщательно проверять то, что вы писали в аннотации, соответствует ли полученным результатам. Когда мы работаем в научной области, пытаемся решить какую-то научную проблему, мы должны представить свои способы решения научной проблемы. Это, конечно, не должно быть на уровне диссертации. А необходимо представить два или три предложения, которые описывают, что вы делаете, как вы это делаете и как вы хотите получить результаты своего исследования. Это плавно подводит к нас описанию методов исследования, которые должны описать, как вы проводили исследования, дизайн исследования, было ли это исследование второй фазы, ретроспективное исследование, исследование на когортах пациентов и так далее. Все это позволяет обосновать, насколько валидные результаты были получены в этом исследовании. В данном разделе необходимо подробно описать, как были сформированы группы и также представить всю информацию. В некоторых крупных исследованиях с этим могут быть проблемы. И в большинстве журналов, которые принимают к публикации исследования второй и третьей стадии, также первой фазы, требуется формальное предоставление протокола, который обычно публикуется в приложениях к этим статьям. Это, в частности, требования медицинского журнала «Новой Англии». На данном слайде представлены основные рекомендации по формулировке материалов и методов. В частности, были предложены так называемые критерии «консорт», которым необходимо следовать, которые представляют собой требования к журналам. По каждому аспекту предложены свои рекомендации. Например, рекомендации по проведению анализа, рекомендации по проведению экономических исследований, исследований рентабельности. И чем лучше вы будете соответствовать данным рекомендациям, тем больше вероятность, что ваша статья будет опубликована. Следующий раздел — это результаты. В этом разделе вы собираете все, абсолютно то, что вам удалось показать в исследовании, но, однако, интерпретации здесь вы не даете. Секция раздела результатов не предполагает описание практической значимости и так далее. Вы должны показать только то, что вы получили, в том числе отрицательные, негативные результаты, которые также важно и необходимо показывать. Что не следует делать, не следует повторяться. Если, например, у вас есть статья, которая описывает все результаты того, что вы обнаружили, не нужно повторять, например, что в тексте, что, например, тошнота была, столько и процентов случаев, рвота и так далее. Это не нужно. Вы должны сослаться с тексти на статью, которая обобщает все полученные результаты. Естественно, это должны быть наиболее важные, наиболее значимые результаты. Так, об этом я сказал. Дальше переходим к разделу обсуждения. В этом разделе вы представляете результаты в контексте. Вы как бы делаете вывод, вы подводите читателя к тому, на что влияет, какой практическая значимость, какое применение имеют данные результаты. Здесь, конечно, вы можете рассуждать по тем результатам, которые вы получили. Но, конечно, необходимо и здесь приводить ссылки. Есть определенные стандарты в разных журналах к оформлению ссылок. И существует большое количество различных инструментов для каталогизирования, для систематизации и структурирования, сортировки всех ссылок, которые используются в вашей публикат, в вашей статье. Очень сложно, если вы не используете стандартную терминологию, экстраполировать ваши данные на другие популяции пациентов. И если, например, мы имеем дело с исследованием третьей фазы, вам необходимо указывать, что данный метод лечения может стать новым стандартом лечения. И также, в другом случае, не всегда полученные результаты, несмотря на хорошие результаты, будут подтверждаться экономической эффективностью. В некоторых случаях вы можете принять то, что первичная, конечная точка исследования не была достигнута, или результаты были получены, или результаты, тем не менее, вы должны четко представить то, что вам удалось получить. Следующий раздел – это проверка орфографии, проверка грамотности. Вы должны несколько раз перед отправкой перечитать, выверить все результаты, попросить кого-то другого выверить это, потому что часто другой человек может увидеть те ошибки, которые вы, например, не заметили. И даже рекомендуется иногда отложить статью на несколько дней, забыть о ней совершенно, и потом еще раз ее прочитать, и вы можете увидеть ошибки. Это также может быть актуально, если английский, например, для вас не является родным языком, вы должны обратиться к профессиональному редактору, который должен также вычитать вашу статью на английском языке. И профессиональная редактура, конечно, позволяет значительно улучшить качество текста, в том числе качество перевода и так далее. И на это стоит тратить деньги. Очень важно в академической медицине, когда, например, заслуженные специалисты являются соавторами, и в некоторых случаях вес статьи таким образом повышается. В различное большое количество соавторов, большое количество участников исследования, которое действительно могло внести существенный вклад, также могут включаться в соавторы. Но, естественно, количество таких соавторов ограничено. И вы можете участвовать в публикации следующим образом. Вы можете предлагать и разрабатывать концепцию дизайна исследований, вы можете принимать участие в сборе данных, в анализе и интерпретации данных. И только вот эти три направления деятельности позволяют человеку быть включенным в соавторство. И вот это является четким критерием отбора соавторов. Если, например, кто-либо принимал участие в подготовке черновика или в аннотации, вы также можете говорить о своем интеллектуальном вкладе статью и стать соавтором. Если вы этого не делали, ни одной из этих направлений деятельности, тогда нельзя включать этого человека в соавторство. В заключении хочу сказать, что необходимо принимать решение о том журнале, который мы должны отправлять. И нам очень приятно сейчас то, что нам удалось организовать этот семинар, выступить при вами в России и вернемся, надеюсь, в Россию через год на кубок по футболу. Большое спасибо. Я буду следовать вашим принципам, предложу вам принципу при подготовке моей следующей статьи.